Итак, всем привет, с вами Дубга, продолжаем играть за Германию в Darkest Tower И в этой серии мы наконец-таки подошли к войне с Советским Союзом Но надо лишь чуть-чуть еще подождать, чтобы получить окончательный, финальный, очень сильный бонус И уже с ним мы будем атаковать Советский Союз Параллельно здесь у нас, наконец-таки, Румыния ушла в Альянс И мы сейчас Югославию и Грецию захватим Как раз к этому моменту, я думаю, мы подкопим деньги и нападем Поехали! Можно объявлять войну уже в Югославии Поехали! Если надо было сразу призвать Вингрю Ну, с небольшой задержкой они выйдут в войну Здесь у нас поддержка авиации, давайте отправим ее Почему бы нет Здесь тоже самое, в принципе Ну и, конечно, проблем у нас здесь нету Мы очень быстро и просто захватываем Югославию Вот такая капитуляция подъехала Отлично! Давайте-ка танки наши уже отсюда уберем А вот пехотная армия Вот эту, я полагаю Мы отправим против Греции Будем греками тоже заниматься Итак, все готово Убираем войну Сразу же объектно призываем Объединение, кстати говоря Гарантия Испании О, Испания решила Воевать за Грецию Это было неожиданно Давайте отправим туда, что ж, танки И покажем, что испанцы были неправы Вот так, Берлин есть Берлинский пакт есть Что насчет Китая? Проверентов нет, видимо, пока еще ничего не отвечает Ну, надеюсь, скоро ответят Италия присоединяется Ну, логично Давайте сюда уже пойдем по фокусу И Китаем мы ждем ответ И присоединяются Отлично Только непонятно в итоге Что у нас по Альянсам будет Как? Ну, очевидно, что Япония уже в жизни не победит Китай Вот, ну друг друга Гаранты закинули Ага, и это все? Я ждал, ну, как бы, Альянса, наверное Ну, и мы врываемся в Испанию И начинаем нереально закрашивать ее провинции Плюс я еще сюда подкину Помощь в виде своих токсических бомбардировщиков Думаю, они здесь будут полезными И вот все цели по приказу они захватили Теперь они просто продвигаются вперед Везде, где могут С поддержкой авиации, к тому же Ну, думаю, здесь у нас проблем уже не предстоит Креться, кстати говоря, капитулируют Можно делать и марионеткой Насколько это возможно Очень, не очень, я бы сказал И по всему Италию вмешается это Ну да, получилось Ультра-кринжовый Ультра-кринжовый мир получился Здесь Италия забрала Здесь мы сделали одну марионетку Здесь Болгария сделала другую Все отвратительно Как обычно Я бы сказал, как парадоксы, наверное, любят И делаем финальную здесь Лень фронта Которую здесь будет пушить Советский Союз Ну, можно немножко ее модифицировать Вот так Чтобы все-таки упор был на север, пожалуй Хотя, смотрите, ни хрена Упор все равно на юг И, я бы сказал Очень странный упор Но, ладно Ну, мы подготовимся к длительной войне Два месяца Ну, видимо, мы уже нападем В 42-м году Ну, я считаю Нормально Мы за это время Как раз-таки От остальных европейских держав Что еще не подчиняются нам Избавимся А, смотрите Я так понял У нас Вот эти ивенты Точнее, вот эти решения Доступны Испании Национальной И, видимо, эта привязка только одна К тому, чтобы Воевать с Испанской республикой И это очень смешно Типа, ну, реально Они добавили просто проверку На Делали только одну проверку На то, чтобы воевать Из республики Потому что Никто больше Скорее всего Не будет в ней воевать Это очень Жидненько Я бы сказал, ребят Смотрите-ка Империя Япония Против нас собирается воевать Видимо, против Нашей Индии Исты Индии, точнее Ну, посмотрим Как там что будет Ну, вот и Испанская республика Капитулировала Ну, здесь мы точно Все замарионитим Я считаю У меня еще один уровень Клопка, кстати говоря Готов на Советском Союзе И Этот советник ушел отсюда Но почему? Хороший вопрос Без ответа Тем не менее Обосстанавливаем мы Нашу шампионскую сеть И Блин, мне кажется Там уже сотка Потому что там было точно 20 Здесь сейчас получил я 40 И 20 либо 40 Я получил до этого Там либо 40 Либо 80 Кстати говоря Можно было бы Помочь Нашим ребятам Играянским Вот здесь вот Почему бы нет А еще я подозначаю Всю авиацию На наших Генералов Потому что Ну, уже как-то Впадло Все это микрить А еще Япония Реально Объявила нам Войну Или Тихо с Белли А, ну В общем-то да Сейчас она будет с нами воевать Но она уже воевает С нами Нашим союзникам В общем-то Так что недалеко Но нормально И Что-то по подготовке Финальной К Советскому Союзу Сколько здесь Всяких кнопочек Разных Мне это, конечно, нравится Но тем не менее Можно еще Заставить Францию и Англию Какие-то условия Принять Но я думаю Это будет после падения Советского Союза Посмотрите Колобок Все еще На самом деле Можно сделать Значит Там не стопроцентный уровень Ну Раз можно сделать То мы Стартанем Конечно же Ну и потихоньку Мы разведываем Здесь все Что можно Вот это еще Какая-то операция Успешная В Британии Типа Хотя на практике Как бы Ну мы тут Особо ничего Даже и не делали Но тем не менее Получается Невероятно успешная Операция Наши союзники Справились Молодцы На самом деле Еще бы здесь Вот у нас Что-то Само Справлялось Ну тут уже Как говорится Не повезло Хотя Сюда Кто-то Что-то Даже Отправляет Возможно Возможно Даже И справится Итак Все готово Для Советского Союза Ждем Конца Зимы Я бы сказал И после И после По факту По факту У нас Все Она Она Воюет Со всей Европой Она Воюет Со всей Азией Она Воюет С Америкой Удачи Этим Молодым Ребятам Я думаю Мы нападем 1 марта Чтобы Такая Полукрасивая Дата Я думаю К этому моменту Уже Снег Должен пройти А еще Мы тут Так 1 марта Снег все еще идет Давайте дождемся Пока он кончится Все таки Да Люди дают дивизию Нам это не интересно И Финляндию Я еще войска Дополнительные Закидываю Чтобы Их тоже прикрыть Но нас интересует Лишь когда кончится снег И в марте Он все еще идет Господи Надо бы Ему заканчиваться Я считаю А еще Я не вижу Советских дивизий На границе Интересно Это потому Что они Типа не знают Так нам нужно Нефть из Румынии Обязательно Отлично У нас теперь Много нефти Здесь проблемы Решены Но Да Наверное Не потому Что не знают Что мы можем Одной кнопкой На них напасть У нас все таки Нету КБ И типа Уишки Нету Угрозы Снег Блин Почти прошел Но в целом Прошел Я считаю Пора Через 15 дней А Там еще 15 дней Господи Мы нападаем на Советский Союз С вот такой вот Нейпафов Сверху И с колобком Я считаю Это идеальная подготовка Нашего собственно говоря Штаба У нас там еще План Z Кстати говоря Сзади Котовится Я бы сказал Что если мы его доделаем То Мы можно сказать Побеждаем На море США Но мы Уже побеждаем На море США Если быть Честным Ну По крайней мере У нас У нас Примерно Равные силы Так что Я бы сказал Что вот это Вот это вот Задание Можно считать Что-то типа Знаком Который позволил бы нам Не выбирать США Чтобы При этом все еще Иметь с ними Паритет по флоту Итак Начинается Великий Восточный Крестовый поход 9 Да Это будет Девятым Крестовым походом Поехали И Как же Мы классно Не призывали Наших союзников Господи Все как обычно Надо чтобы Еще не призывались Нормально Нет Они не призываются Наши танки Быстро Очень продвигаются Прям Безумно Вопрос Румыния Все Призывалась Отлично Поехали Здесь тоже Вот так вот У нас движутся Танки Здесь будет Микроокружение Потому что Дивизита мало Я ожидал Что будет Большое окружение Существует По всему Там просто дивизии Нету А где Советские дивизии Такой Интересный вопрос У них Мы знаем Что Почему Нет Это Подождите Один миллион К чему Я готовился К чему Я готовился Все это Время Мне было Странно Что Здесь дивизии Нету На границе Ладно Я Подозревал Что Ну Иишка Типа Не видит Что У меня Кнопка Есть О Нет Подождите Не доверяю Разведке Но Где их дивизии Ладно Допустим Допустим Хорошо Это был Бак Такое бывает В этой игре Либо бак Либо Ну так Разведка Нам Дала Неправильную Информацию И то И то Возможно Но Где Они Ревомосковская Конференция Да Хоть Десять Вы Их Делайте Мы Уже К лету Будем В Москве О Я Начал Встречать Сопротивление Вот Советские Дивизии Господи Но Они Очень Далеко Были А Еще Знаете Что Возможно Возможно Они Все Обучались И Они Вот Сейчас Только Деплой Это Тоже В принципе Вариант Пути Странный Немножко Реганизуем Наши Дивизии Сколько У нас Вообще Кстати Говоря Баф Отойдет О У нас Еще Дополнительные Здесь Кнопки Есть Давайте Дорога Звучит Очень Интересно Баф Финлянде Дать У них Тут За Дивизи Нет Это Давайте Нажмем Так Нажмем Пожалуй Вот Наши А Что Случилось Вот Этим Вот Делаем Вот Так А Вот Что Случилось Окей Тогда Все Ок Ну да Здесь Тоже Пускай Наступление Идет Почему По Нет Ну Давайте Что Еще Вот Это Вот Скорость На Минус Скорость Восстановления Давайте Спешим Баф Финляндия Давайте Директива Нам Не Нужна Это Нам Пригодится И Вот Это Вот Не знаю Нам Не сильно Это Это Вполне Себе Пущие Потери 20 тысяч 100 Ох Ребята У нас 140 дней Этого Бафа Я правильно Понимаю Я думаю Я правильно Понимаю Да Ну Тут Как говорится Собак Вел Тем более У них Дивизит Сразу Не было Но Я думаю Там Уже Очень Большие Потери Ну Да 600 Тысяч Против Наших Трис Себяти И И Вот Мы Уже Под Москвой И Наши Танки Входят Непосредственно В Москву Я думаю Советский Союз Скоро капиталирует Да Потому что Калабка Дает Очень Жесткие Дебафы Здесь Еще Стабильности Мало А У Сталина Был Сердечный Пристав Можно Сделать Тотальную Войну Но Ну Тотальную Мобилизацию Но Это Минус Организацию Я так Не хочу О Сталин Умер И Нам Ленинград Взять Они Не двигаются Забавно Ленинград Без Гарнизона Это Капитуляция Что ли Да Так и есть О Полет Севера Смотрите Я тут Немножко Посмотрел Как это Будет Стелом Мы можем Просто сказать Нет Потому что Ну Уже 98% Но Мне нравится Эта опция В принципе Она Реалистичная Скорее Всего Если Вот Мы Вот так Вот реально То Мы Здесь Пробились Уже Взяли Все Основные Города Буквально Так Что Да Давайте Чем Бонет Конечно Разговоров Как говорится Было Ох А по факту Все вот так Победа на востоке И Тысячелетнему рейху И С победой На востоке Ну Ка Мы Наконец Таки Завершаем Нашу Эпоху Войн Причем С Минимальными Потерями На западе У нас Было Просто Минимальное Количество Потерь Буквально Всего Лишь Несколько Десятков Тысяч На востоке Число Примерно Тоже Тоже Там Несколько Десятков Тысяч Все Очень Легко В итоге Так Ну-ка Может нам Еще покажется Нет Не покажется Но допустим Давайте Создадим Рейхское Миссариат И здесь Как бы Которые У нас Скорее Здесь Были Ну-ка Московский Готенленд Это Звучит Как Швеция Ну-ка Есть Крым А Я понял Типа Готская земля Что-то Типа 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 Вот Мы Подозначали Наши Рейхскими Сориаты Так На Англию Мы Ага А пускай Будет У них Вэльс Почему Нет И На Францию Есть Легкие Есть Средние Есть Тяжелые Ну-ка Кроме Эльза Слатаринки Кроме Эльза Слатаринки И Кале Конечно же Тяжелые Требования Жесткие Самые Жесткие И Вот Французский State Французское Акцентрство Теперь Есть Острова В Канале Конечно Они будут Базой Кринжмарина Нашего Великого Британия Пускай будет Единым Единым Не надо Плодить Слишком Много Стран Корновол Мы Конечно Заберем Себя Морскую Базу Так Да Мы Мы Оружие Иметь Полноценное Франко-итальянская Граница Итальянцы На самом деле В Африке Более-менее Все Показали Конечно Их флот Еще более Кринж Чем наш Они его Весь потеряли Но Так и быть Мы Дадим им Их желаемые Территории От Франции И военные Репарации Ну Конечно же Как Без этого Вы же не забыли Что нам Навязали И на этом Миры закончены Полностью Наши Балканы Зависимые Либо союзные Полозависимые Государства Италия Тоже союзные Я бы сказал Полозависимые Государства Здесь зависимые Государства Здесь то же самое Здесь Нейтральные Я бы сказал Скорее всего Зависимые Государства Здесь полностью Зависимые Европа Полностью Покорена В Азии У нас Солидный Союзник Которому Мы можем Помогать И в принципе Мы уже Помогаем Япония Объявила войну Всему миру И Вряд ли С этим справится Скорее всего Она будет Уничтожена США Умеют Вооруженный Нейтралитет Они Не вмешивались Никакие конфликты Но когда На них Напала Япония Конечно же Они ответили И будет В будущем Вестись Американская Японская Война Но Германия В ней Участвовать Скорее всего Не будет За исключением Помощи Китаю Не Прямой Военной Помощи Но скорее всего Скорее всего Кринжмарины Отправятся Куда-нибудь Вот сюда Но я думаю Это все Мы оставим На фантазии Будущие Потому что Здесь уже Победитель Ясин Германия Смогла Занять свое место В Европе Да и в принципе В мире А с вами Ребят был Ловгай Подписывайтесь Если вы еще Вдруг не подписаны Лайк, комментарий Все как обычно И до скорых встреч Пока